В его снайперский прицел В его снайперский прицел попали охранники оборонных предприятий и милиционеры. Он убивал тех, у кого по долгу службы в руках были автоматы, пистолеты и револьверы. Стрелок-невидимка коллекционировал огнестрельное оружие. Десять лет серийный маньяк действовал в Пермском крае. После долгих поисков его вычислили и задержали. Им оказался бывший водолаз-разведчик спецназа морской пехоты Александр Герасченко. Днем он спасал людей из огня, а вечером выходил на кровавую охоту. В кого попали пули, стрелка и Соликамска? Как разгадали тайный план убийцы? Мы взялись за это дело. Это будет честный детектив. Вместе со мной расследование ведет журналист Александр Макуха. На севере Пермского края есть небольшой городок Соликамск. Он окружен предприятиями оборонного значения и колониями для особо опасных преступников. Куда ни посмотри, везде заборы с колючей проволокой и вышки с вооруженной охраной. Многие местные жители трудятся на этих режимных спецобъектах. Криминальная обстановка в Соликамске непростая. Есть и наркобизнес, и проституция. Много грабежей, разбоев, краж. Совершаются и тяжкие преступления. Одним словом, законопослушным гражданам живется здесь нелегко. Десять лет его боялись и прозвали в народе Соликамским стрелком. Милиция оказалась беспомощной. Против нее действовал опытный и матерый серийный убийца, который затеял с оперативниками долгую и кровавую игру. Он сделал все, чтобы его никогда не нашли. Считал себя неуловимым сверхчеловеком. Но однажды стрелок-невидимка обронил на месте преступления свою любимую игрушку. В 1998 году на боевом посту был убит солдат-срочник, охранявший Соликамский завод «Урал». Часового застрелили из малокалиберной винтовки. Пуля попала парню в голову. Добычей преступника стал автомат АК-74. Спустя некоторое время неизвестный злоумышленник, вооруженный похищенным автоматом Калашникова, попытался напасть на отдел вневедорственной охраны. Но бдительный сотрудник милиции сорвал эти планы. Преступника вовремя обнаружили в кустах, где он устроил засаду. Однако задержать его не удалось. Налетчик сбежал и залег на дно. А через два года по одному и тому же сценарию были убиты охранник универсальной городской базы и сотрудник службы безопасности ООО «Соликамский магниевый завод». Преступник стрелял через окна. В караульных помещениях были обнаружены тела охранников. После этого двойного убийства стрелок-невидимка еще раз попытался проникнуть на территорию магниевого предприятия. Однако получил отпор. Бдительный вохровец, заметив постороннего, начал стрелять. Летом 2003 года матерый преступник перерезал провод сигнализации завода «Урал». Как только возле забора появился охранник, который решил проверить кабель, из кустов раздался выстрел. Сотрудник вохра бы убит на месте. Нападавший забрал табельный наган, после чего скрылся в лесу. К тому времени на счету «Соликамского стрелка» было уже 4 жертвы и несколько неудачных вооруженных нападений на спецобъекты. У данной ситуации никакой информации в отношении личности преступника или преступников не было. Это говорило лишь о том, что все-таки это человек либо одиночка, либо такая-то достаточно серьезная группа, которая обладает методами конспирации, достаточно серьезной дисциплиной. Мы никак не могли понять, что происходит, то есть с какой целью, зачем. Было одно понятно, что убийство совершают для того, чтобы завладеть оружием. Но дальше-то что? То есть это оружие дальше не использовалось, то есть оно не продавалось, не пускалось в бород, то есть даже корыстного мотива у человека не было. Убить только, чтобы завладеть оружием. То есть показать свою профессиональную состоятельность, что вот я такой, я супер, я могу, мне это ничего не стоит. То есть вот такое своеобразное, скажем так, хобби. Трофей ведь, а это кто там? Женщина, мужчина. И остались ли дети, жертвы? Это совершенно, абсолютно не волнует. В 2004-2005 годах соликамский стрелок продолжил свою кровавую охоту. На территории все того же завода «Урал» серийный убийца расправился, заснувши на дежурстве сотрудницей ВОХРа. Добычей преступника стал боевой наган. В ловушку маньяка попал и работник милиции. Средь бела дня его застрелили из автомата Калашникова. Устекавшего кровью сотрудника вневедорственной охраны, преступник вытащил из кобуры табельный пистолет Макарова с полной обоймой. Тяжело раненого сотрудника милиции обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Но врачи уже были бессильны. На операционном столе мужчина скончался. Седьмой жертвой соликамского стрелка стала молодая женщина. Душугуб открыл огонь прямо на улице. Первая пуля попала в грудь несчастной, вторая в голову. Все это произошло на глазах ее четырехлетней дочки, которая не сразу поняла, почему мама рухнула на землю. Прохожие бросились в погоню за нападавшим, но преступнику в очередной раз удалось скрыться. По дороге он сбросил верхнюю одежду и маску. После этого случая убийца вновь залег на дно. В ночь на 25 декабря 2006 года в дежурную часть ОВД Соликамска позвонили бдительные граждане и сообщили о том, что неизвестный мужчина пытается проникнуть в магазин, расположенный в одном здании с аптекой. По тревоге был поднят наряд быстрого реагирования. Когда милиционеры Евгений Благов и Анатолий Матвеев подъехали к магазину, преступник увидел их и бросился бежать. Началась погоня. Сотрудники ОВД настигли злоумышленника. Мы свалили его с ног, нанесли несколько расслабляющих ударов. Он попытался нам оказать сопротивление. Достал пистолет и начал стрелять по нам уже непосредственно. Первая пуля мне попала в ботинок, прострелила ее насквозь, ногу не задела. Вторая пуля прошла насквозь, через локоть и левое предплечье. То есть он в вас попал? Да, попал. Отскочив, он встав и начал открывать огонь на поражение. То есть по моему водителю. Водитель открыл ответный огонь. И в конце перестрелки он побежал, водитель побежал ко мне, оказал первую медицинскую помощь. Вооруженному преступнику опять удалось скрыться. На место происшествия прибыла следственная бригада. Кинологи с собаками быстро вышли на след злоумышленника. Но затем он потерялся в северной части города. Сыщики предположили, что наряд милиции наткнулся на того самого стрелка-невидимку. Непонятно было, то ли он действительно хотел ограбить магазин, то ли это была спланированная акция-ловушка. Не исключено, что убийца сымитировал ограбление в надежде, что на место приедут сотрудники милиции, которых он убьет, а их оружие заберет. Но, видимо, преступник не ожидал, что оперативники станут стрелять на поражение, поэтому им пришлось бежать. Среди жителей города Соликамска ходили слухи о том, что здесь, на севере Пенского края, существует какая-то школа киллеров, где при выпуске лица ее окончившие должны сдать квалификационный экзамен, а именно совершить преступление с сырохищением оружия. Я думаю, что не все чувствовали себя в безопасности, потому что, ну, сами понимаете, ситуация такая, что в основном жертвами становились те люди, которые выступали на посты, то есть те люди, которые получали оружие. И я думаю, что, да и не думаю, а точно знаю, что, конечно, все это побуждало людей к определенной тревоге за свою жизнь. Потому что преступления совершались, как правило, ночью. Преступник подкрадывался к постам незаметно. Еще до создания Краевого следственного комитета все эти преступления, которые были совершены в Соликамске, расследовались, мягко говоря, спустя рукава. Никаких существенных зацепок и версий не было. Время шло, а Соликамский стрелок по-прежнему раскулил на свободе с оружием в руках. Как только был сформирован аппарат следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Пермскому краю, громкое дело по серийному убийце было взято под особый контроль. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин лично следил за ходом расследования. Все разрозненные эпизоды собрали и объединили в одно уголовное дело. К поиску маньяка подключились лучшие сыщики краевого ГУВД. Стало ясно, что преступник, который убивает вооруженных людей на территории города Соликамска, к которым относятся военнослужащие, сотрудники милиции, сотрудники невестной охраны. Хорошо физически подготовлен, имеет серьезную подготовку снайпера. Осторожен, умен, тщательно готовит свои преступления, собирает информацию об объектах преступного посягательства. Произошла довольно странная история в Соликамске. Был пожар в здании старого архива. И там, во время пожара, когда пожарники его тушили, обнаружили обгоревшие остатки автомата. И, как описано в протоколе, тем следователям, который выезжал на этот пожар, остатки, как и куски брезента. В срочном порядке была назначена товаровеческая экспертиза, которая показала, что в обнаруженном схроне лежали не куски брезента, а фрагменты пояса бойца пожарной охраны. То есть и чеченцы, и афганцы, и там служащие особых частей назначения, и сотрудники милиции, и военнослужащие, все были проверены. Никому в голову не приходило, что у нас еще есть такое подразделение, как МЧС, и там тоже могут работать хорошо подготовленные люди. Пока одна группа оперативников и следователей проверяла личные дела подозрительных пожарных Соликамска, другая внимательно изучала обнаруженные вишдоки. Как правило, это были маски с прорезями для глаз, защитная одежда, всегда либо камуфлированная, либо темно-зеленая. Часто на местах преступления преступник оставлял плоскогубцы, отвертки. И в одном из случаев, когда была убита Тюхтина, фонарь. Фонарь-жучок, ну или фонарь с динамическим приводом. Оперативно следственная группа проверила все магазины Соликамска. После долгих поисков была обнаружена торговая точка, где и продавались те самые фонарики-жучки. Оказалось, что их поставлял коммерсантам один и тот же партнер по бизнесу, сотрудник местной противопожарной службы. И в этот же день этот пожарный был допрошен. И он рассказал, что такие фонари он действительно привезил в этот магазин в конце 2005 года. И такой фонарь может быть у одного из его коллег, Герасченко Александра Викторовича. На следующий день мы стали проверять личность Герасченко, и в военкомате было установлено, что он является бывшим сотрудником специального подразделения морской пехоты. Военно-учетная специальность, которая была ему присвоена, называлась «Видолаз-разведчик». Помощник начальника караула 16-й пожарной городской части Александр Герасченко почуял особое внимание оперативников к своей персоне и стал готовиться к срочному отъезду за пределы России. Как бывший водолаз-разведчик спецназа морской пехоты, он разработал целую операцию по отходу. Припас фальшивый больничный лист купил, а затем тут же сдал билет из Соликамска, написал два рапорта об увольнении со службы. Один оставил в части, другой дома. Но на этот раз план Герасченко провалился. Тем более, что Краевой следственный комитет к тому времени воспользовался услугами профессиональных гипнологов. С помощью своих способностей эти люди восстановили в памяти случайных свидетелей убийств портрет предполагаемого серийного убийцы. Удивительно, но факт, когда сыщики вышли на Герасченко, его фото полностью совпало с рисунками, составленными под гипнозом со слов очевидцев. Было принято решение особо опасного преступника задерживать за пределами города. Как только Соликамский стрелок оказался на проселочной дороге, к нему тут же подъехала машина с бойцами милицейского спецподразделения. У задержанного Герасченко был с собой походный рюкзак. В нем обнаружили инструменты, деньги, российские и заграничные паспорта, карты европейских стран, наган одного из убитых охранников Бохра и похищенный у милиционера пистолет Макарова. Оружие находилось в боевом состоянии. Бывший водолаз-разведчик вел себя спокойно и сразу же согласился сотрудничать со следствием. Первый шок после задержания, это было то, что в камеру он нас как раз попросил передать ему Томик Шекспира. Вы представляете, человека задерживают за убийство 8 человек, за массу совершенных тяжких преступлений, а он просит провести вечер в сообществе с Шекспиром. На общей его черта то, что он очень жесткий человек, это профессиональный убийца с деградацией внутренней. То есть ему он не испытывает ни раскаяния, ни сожаления, ни боли, ни жалости в терпевшем. Это орудие убийства, машина убийства. И тем, в общем-то, и интересное, и уникальное это дело, что вот мы имели дело вот с таким человеком, человеком, который бы никогда не остановился и продолжал убивать только ради цели убить человека. По словам Александра Геращенко, соликамского стрелка, во всем виновата его маниакальная тяга к оружию. Автоматы и пистолеты, и только они придавали ему уверенность в себе. А с пистолетом Макарова, убитого милиционера, он вообще никогда не расставался. С ним же спал, ходил по улице, на службу и даже ездил на отдых друзьям-сослуживцам в Севастополь. Очень часто приходилось бывать в таких очень безлюдных, труднодоступных местах, диких. Может быть, какая-то мысль о самообороне. То есть оружие... Я достаточно близко был, с ним в армии знаком, умел с ним обращаться и, может быть, видел какую-то в него защиту. Ну, если я понимал, что если я буду им владеть, то буду защищен. Я никогда его не хотел не продать, никакой личной выгоды у меня никогда не стоял такой вопрос перед собой. Из этого автомата было убито Гераченко пять человек. Первый – это сотрудник базы «Акцорс» Федосеев в 2001 году. Второй – сотрудник ведомственной охраны «Стрелок ВОХР» Миронов Соликамского магниевого завода. Третий – это у нас, получается, Кравченко, сотрудник ВОХР завода «Урал». Четвертый – это у нас Попова, тоже сотрудница ВОХР завода «Урал» в 2004 году. И в 2005 году у нас из этого автомата был убит сотрудник милиции ведомственной охраны «Стрелок ВОХР» Сурсиков. Неважно, кто перед ним стоял, кто перед ним находился, мужчина, женщина, у кого находилось это оружие, он убивал. Убивал именно только с одной целью – чтобы это оружие принадлежало ему, а не им. Кусок металла не стоит каких-то человеческих жизней. Десять лет Александр Гераченко спокойно жил, работал в пожарной части Соликамска и при этом убивал. Он следил за своим здоровьем, не употреблял алкоголь, не пил ни кофе, ни чай, не ел мясо, не курил. Никогда не пользовался мобильным телефоном. Каждый день занимался спортом. Читал классическую литературу, учил иностранные языки, мечтал уехать в Испанию. Его родственники и сослуживцы были удивлены тем, что Гераченко оказался в СИЗО и был обвинен в многочисленных убийствах. Объяснить нашей съемочной группе, зачем надо было так жестоко расправляться с людьми, Александр так и не смог. Нам показалось, что соликамский стрелок перед камерой играл и не был откровенен. Вот, но специально что-то планировать, там, чертить какие-то схемы, этого, конечно, не было. Я просто достаточно хорошо знал свой город, свой район, людей. И особо планировать там приходилось. Не было в этом нужды. А, конечно, естественно, я знал, чего хочу. И знал, как этого добиться. Может быть, сейчас я это осознаю и понимаю, что если бы был другой способ без убийства, допустим, я бы, наверное, как-то по-другому, наверное, подходил. Находил более другой способ. Не такой. Кардинальный. Почему именно убийство? Вопрос ему такой задавался. Горощенко ответил, что это наиболее простой способ, наиболее действенный способ. Подтвердил, что он действительно тщательно готовился к совершению преступлений. Собирал информацию необходимую перед тем, как выйти на место убийства. Делал рекомендацировки, если говорить армейским языком. Опрашивал лиц, чей он коммуникабельный, спокойный, умел к себе расположить. На следственных экспериментах серийный убийца Герасченко спокойно рассказал и показал, как он стрелял в охранников оборонных предприятий. Вспомнил всех своих жертв. Он никого не забыл. Я присутствовала на ряде следственных экспериментов с его участием. Я читала его показания, общалась с ним. Вы знаете, ну совершенно не тень раскаяния, не тень, к сожалению, о том, что он сделал. Но, собственно говоря, если вдаваться в мотивы совершения преступлений, то есть убивать ради того, чтобы заводить оружие. Лишь одна жертва не укладывалась в общую схему преступлений. Это Юлия Тюхтина. Молодая женщина, которую Герасченко застрелил прямо на глазах четырехлетней дочери. Как оказалось, Юлия когда-то была возлюбленной серийного убийцы. Но девушка выбрала другого. И этого Герасченко не смог ей простить. Однажды, встретив ее на улице, преступник достал пистолет и ранил Юлию сначала в грудь, а затем сделал контрольный выстрел в голову. Оставшаяся сиротой маленькая девочка теперь живет с дедушкой и бабушкой. И до сих пор помнит, как погибла ее мать. Сам же он на суде сказал, никакого интима, ничего не было. Он чисто в нее влюбился. Она ему нанесла душевную травму. Какую? То, что она его послала куда-нибудь подальше, значит, не полюбила. Так что нужно всех стрелять? Идет женщина, ребенка на танцы, и чтобы убить, да это никакому зверю даже в голову не придет, мне кажется, такое. Какое раскаяние. В Пермском краевом суде несколько месяцев слушалось дело так называемого соликамского стрелка. Бывший водолаз-разведчик спецназа морской пехоты Александр Герасченко получил пожизненный срок. По словам свидетелей, маньяк-убийца был расстроен решением суди и, видимо, в душе надеялся на смягчение приговора. Но ни чисто сердечное признание, ни сотрудничество со следствием ему не помогли. И, видимо, только для самого Герасченко приговор стал неожиданно жестким. Я не знаю, почему у нас мораторий этот ввели, но присудили нам миллион. Ну, дали ему пожизненно. Так это нам, что ли? Ему дали пожизненно. Да это нам дали пожизненно. Мне, вам, всем. Мы же его кормить будем. Так ведь? Они что, государство ли, просто так обходятся, что ли? Стрелять их как бешеных собак надо. Таких людей. Хотя их даже людьми-то нельзя назвать. Таким мы видели Соликамского стрелка. Это был честный детектив из Пермского края. Выводы делать только вам. Соликамского стрелка.